Добрый-предобрый день, любимые мои зрители! Сегодня я готовлю яблочно-морковный кекс. Туда практически ничего не надо. Можно сюда положить яйцо, я класть его не буду. Растопленное сливочное масло, оно у меня уже застыло, грамм 80. Я напишу раскладку. Я взвесила всё, напишу. Так, сахарозаменитель. У меня в баночку пересыпано, нету пакетика, закончился. Так, разрыхлитель. У меня здесь 10 грамм. 5, 5 положила, половинку. Ванилин. Я ванилин не кладу. Но в этот раз я покупала... Ой, куда-то мне нужно было его. Вот немножко остался, я вот сюда заброшу, потому что лежит, воняет прямо, сил никаких нету. Пусть будет здесь. Так, сюда же мы яблочко опускаем. И морковь. И всё это размешиваем. Можно морковь на мелкой тёрке. Даже, возможно, и нужно на мелкой тёрке. Пошинковать у меня крупная. Здесь вот в основном-то яблоко и морковь, скрепляющие сливочное масло. И сейчас добавим муки. Вот такая густая масса у нас получается. Сколько у нас уйдёт муки. Мука у меня цельно смолотая, вот написано. Рязаночка. Это то же самое, что цельнозерновая пшеничная увёлка. Увелка или называется. И это одно и то же. А то мне задали как-то вопрос. Вы то такой, то такой пользуетесь. Так это просто производители разные, пакетики разные. Вот и пользуемся разными. Мука одна и та же. Так, 970. Духовку я включила на 180 градусов. Здесь, кстати, этот пирог можно сделать с геркулесовыми хлопьями. Просто цельные хлопья сюда. Немножко, чтобы они постояли. Ну и размолоть можно. Можно из овсяной муки сделать. Мы делаем из такой. Так, думаю, что хватит. Сколько осталось? Так, 130 грамм использовала. Ну это вот. Вот эти граммы, конечно, мне всегда интересно, потому что яблоки, например, у всех разные. Морковь тоже. Сочность другая. Тут просто надо чувствовать тесто. Но все равно напишу, сколько я положила. Чтобы не было больше. Все равно, потому что будут спрашивать. Вот такая у меня форма. Вот такая. Я никакой форме не верю. Я верю в своей бумаге. Поэтому бумагу стелю везде. Везде. Вот так я прижала все. На 180 градусов, минут, наверное, на 40. 30 и 30, потом я посмотрю. Попрокалываю шпажкой, зубочисткой. Посмотрю, пропечется или нет. Вот вынула наш кексик. Он какао у меня. Зубочистка, шпажка. Проверяю. Ну, вроде все нормально. Так, подожду, когда остынет. И посмотрим, разрежем. Пирог наш остыл. Давайте его разрежем. Посмотрим. Какой он у нас получился. Вот такой. Вот такой пирог. Он, конечно, не будет такой, как бы сказать, бисквитный, потому что здесь очень много жидкости от моркови, от яблок. Но поверьте, это очень-очень вкусно. Вот правда. Я уже делала миллион раз. В этом году прямо делаю, делаю, делаю. Тут мало муки. Вам еще, я положила, для вас много муки. А так его совсем можно ложку-две, типа оладьев даже можно делать. Вкусно, очень вкусно. Готовьте, пробуйте. Вкусно, вкусно получается. Все, спасибо, что были со мной, посмотрели, послушали меня. Вот еще один рецептик в копилочку. Так что наслаждайтесь вкусняшками и не болейте. Будьте все здоровы. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok